Доброго дня! В связи с последними событиями, случившимся с лохотронщиком Слободяном, решил восстановить некоторые удаленные ролики, которые хорошо оголяли суть мошенника. Я их выпускал еще год назад, но Слободяны и его соучастник Тирха тогда так испугались бомбового налета, что в течение нескольких дней попытались забанить несколько роликов и заблокировать вообще мой канал. Я, конечно, подал апелляции и через месяц все восстановил. Слободян, конечно, не мог смириться с подобным и попытался снова удалить уже восстановленные ролики, попутно шантажируя меня и угрожая. Мало того, он стал брать заложников, как банальный террорист. Об этом я рассказывал в прошлых выпусках. И, кстати, эти ребята готовы дать мне интервью, чтобы подтвердить реальный шантаж, что уже есть уголовка. Из-за этого мне пришлось приостановить активные действия против афериста, так как ребятки верили, что мое молчание поможет Слободяну выполнить его пустые обещания по выплате долгов. Но, как я им и говорил, никто никому ничего не собирался выплачивать. Просто-то гнида шантажировала абсолютно посторонних для меня людей, чтобы те на меня надавили. Поэтому, когда снова восстановленные ролики после очередных жалоб Слободяны я восстановил, а YouTube снова уже в третий раз заблокировал эти же ролики уже по неким новым правилам, которые они запустили в тестовом режиме, то я просто махнул рукой. Тем более, у меня было много других дел. И, как я знаю, тогда очень многие ютуберы пострадали от туповатого теста. Вероятно, робот посчитал, что раз несколько моих роликов по несколько раз банили, то следует просто их удалить без какого-либо предупреждения и оповещения. Но сегодня я вижу, что стоит освежить память некоторым зомбированным тектровирусам, хомикам. Что же из себя представляет это существо? В роликах я ничего не менял. Выйду точно так же, как было год назад. Единственное, пришлось на всякий случай зацензуировать некоторые моменты, касающиеся личных данных. Но если надо, я могу оригиналы этих данных выложить на другие ресурсы. В этот раз будет восстановлен ролик по сжиганию мостов, а следующий по липовым дипломам. В общем, памяти Слободяна посвящается. Всем привет из Украины. Нет, сам я нахожусь в Белой Руси у себя дома. Но разговор по большому счету пойдет об территории Украины, через которую были наведены мосты в Корею. И эти мосты пора сжигать. Но прежде предисловие. Хочу немного осветить свою позицию по общению со всякого рода тормозами. Так вот, с адекватными людьми, не затронутыми плесенью, я вполне нормально общаюсь. В этом очень просто убедиться, глянув на комментарии. Но есть людишки с вывернутыми мозгами, которым 10 раз скажи и объясни, и все равно я не прав. Так зачем я буду тратить время на подобных? Их уже не исправишь. Это как наркоши, уровень инстинктов. С вывернутыми наизнанку я могу только общаться как доктор или психотерапевт. Только не традиционный. Я же уже показывал свой диплом. Так как знаю, что штатные психотерапевты сами еще те психи. Было дело, что они сами ко мне обращались. Я понимаю, еще детей можно чему-то научить или направить на путь истинный. Я же когда-то, сразу после школы, пошел на электромеханический завод работать. В 1977 году. Учеником измерителя электропараметров. И через несколько лет, кстати, стал инженером-конструктором. И кроме того, еще на полставки устроился руководителем радиокружка во дворце пионеров. До этого более пяти лет сам там же занимался. Я же тоже как-то рассказывал, что мои работы по электронике в школьные годы занимали многие призовые места на всех выставках вплоть до всесоюзных, ВДНХ и ДОСАВ. Была целая пачка грамм от дипломов, медалей, призов и даже денежных вознаграждений. И вот пять дней работа на заводе, а суббота и воскресенье во дворце пионеров. Четыре группы по два часа. Четыре часа до обеда и четыре после. Так что об отдыхе даже не мечтал. Вот в таком режиме проработал более шести лет. Около двух лет до армии и около четырех после. Так что опыт преподавания с детьми по электронике у меня есть. И хоть прошло столько лет, но опыт пальцем не сотрешь. Только вот беда у взрослых, если с детства не привили ничего или сами не сформировались, то учить или переучивать дохлая тема. К чему я это все рассказываю? Просто я раньше как активировался на ютубе, более полутора лет назад. С начала апреля, то старался со всеми диалоги вести. Понятно, когда народ не в теме по особым вопросам, то сами такую пургу прогоняют. Но ведь бычится, когда их пытаешься наставить. Чай уже не детки. И вот так бодаешься, бодаешься. Чел так и не смог поумнеть и понять суть. А оскорблений полные корыта. Да и время зря потрачено. Ладно один-два таких тормоза. Но они же как мухи роются. Вот поэтому я теперь даю от одного до трех шансов. Если не смогли найти общий язык, то все. Сеанс закончен. Далее просто игнор. Можете мне хоть все ролики заспамить и пытаться достучаться. Ответа точно не последует. И еще. Я забанен почти на всех каналах фикотрочеров, что явно выдает никтоцливость. Но у меня почти никто. За полтора года я забанил менее 20 идиотов и отморозков, которые просто тупо крыли матом. Через слово. Ладно бы хоть по теме. А то просто мат-перемат. Или некоторые льют помои в виде пожеланий. Что с ними делать остается? Так, с предислоем закончим. Ну что, начинаем сжигать мосты. Уже более пяти месяцев я веду войну с одними из самых наглых и отмороженных мошенников двух Андреев. Слободяна и Тирхим. С Тирхой, правда, уже более полутора лет пытаюсь показать адептам его секты нутру афериста. Еще тогда говорил, что он, как Сусанин, тащит биомассу пропасть через болото. И время показало, что все так точно и есть. Но хомячки продолжают покорно ползти за морковкой на веревочке. Человеческое невежество, вдавленное в диван и банка пива уничтожили последнюю возможность мыслить самостоятельно. И как зомби, находясь в анабиозе, упорно ползут на зов дьявола в человеческом обличье. Он язвительно ухмыляется и выдает очередную порцию наркотического зелья. Посмотрите на мой первый и второй ролики, когда я впервые заявил о разоблачении аферы Слободяна. Зазомбированные хомячки просто тупо задизлайкали оглушительную правду. А посмотрите комментарии. С тех пор абсолютно никто, не тот же сообщник аферист Тирха, не сам Слободян. Не его последователи, которых как плесени в сыром подвале бесчисленное множество, абсолютно никто, даже не попытались хоть как-то опровергнуть мои чистейшие разоблачения, в котором нет ни единого скрытого подвоха. Все чисто и прозрачно, как алмаз. Но зачем вникать в технические премудрости и шевелить тем, чего уже давно нет? Для этого есть предводитель сектора Тирха, которого регулярно выпускает со стационара дурки, предварительно накачав транквилизаторами. И вот этого дегенерата продолжает смотреть и слушать сотни тысяч атрофированных и, похоже, потерянных для общества баранов. Множество амебоподобных продолжает разгадывать величайший секрет Слободяна. Пилят, точат, истрогают огромное множество крутилок и барабанов. И никак, даже под многотонным весом аргументов, не хотят осознать, что единственный секрет Слободяна – это полное отсутствие совести и жажда наживы. Этот мошенник на волне зомбо-верующих заработал миллионы баксов, потратил на все эти клоунские реквизиты всего пару сотен тысяч. Но он прекрасно научился обходить законы, чтобы не загреметь за решетку. И об этом я также расскажу. Ведь у Тирхи один из главных аргументов до сих пор является то, что раз Слободяна до сих пор не посадили, значит, он самый честный. Ну и насколько он честный, я вам сегодня немного расскажу. Я не раз говорил, что знаменитый мошенник сам ничего не разрабатывал и не изобретал. Он всегда пользовался чужими разработками, которые или воровал, или перекупал. Его хитрого и паразитического мозга хватало только на это. Все же помнят ту миссию встречи Тирхи и Слободяна во Львове еще в конце декабря 2018 года, с чего и началась вся эта активная фаза аферы века. У меня назначена встреча со Слободяном Андреем и я сейчас направляюсь в отель, там где он остановился, для коротенькой беседы. Возможно, еще свежи в памяти его поездка в Турцию в январе и в Корею в начале февраля. Так вот, в начале того же февраля случилось еще одно эпичное событие, из-за которого Слободян тусовался в Украине. На 4 февраля он подписал лицензионный договор на использование интеллектуальной собственности с плавяком Николаем. Именно у этого изобретателя он методично воровал идеи возможного использования магнитных генераторов на катушках. Но так получилось, что пришлось наладить с ним официальные отношения. А способствовал этому в начале января нынешнего года некий Роберт Рич, директор собственноручно созданной немецкой фирмы Гая, хитрый аферист, который, видно, решил объединить всех мошенников с вечняками, чтобы поднять огромную волну и на этой пене хапнуть себе на сладкую жизнь. Вот он, напустив тумана евровеличием, свел в конце концов плавюка Николая и Слободяна Андрея. Кстати, в начале января Тирха пытался наладить контакт с Николаем, даже приехать хотел, но он ему отказал. Я, правда, точно не знаю, как связаны были все эти события, встреча Андреева во Львове, Роберт Рич, но, конечно, там велась одна веревочка. Тем более, эта троица очень неплохо проводила время. Ну что, еще не заинтригованы? Ладно, покажу вам контракт, подписанный в феврале и уже со скандалом, который пытаются разорвать. В июне месяце Николай поняв фатальность сотрудничества со Слободяном, когда тот прокололся на некоторых эпизодах, объявил ему образы и отношений и опубликовал свой договор у себя на страницах фейсбука, чем привел Слободяна в ярость. Вот эта страница Николая Игнатьевича плавюка на фейсбуке. И что мы здесь видим? Знакомые все лица. Слободян Андрей Владимирович. Правда, если мы чуть-чуть прокрутим, тут еще кое-какие лица есть. Но нам главное сейчас это. И вот здесь Николай наконец опубликовал в конце июня лицензионный договор, когда заключил с этим аферистом в феврале месяце. Но весь мы фейсбук просматривать не будем, будем покороче. И вот 4 февраля они решают заключить договор. Свел их вместе некий Роберт Рич. Этот Роберт Рич создал свою фирму Гайя. Закрывает разрыв между инвестором и изобретателем. Канал на ютубе, довольно таки жиденький, учитывая, что уже больше года здесь висит. Но все знакомые лица, как видите. И знакомые конструкции. Тот же аквариум. А тут некие выступления на студиях, на публику. Ба, какая встреча. Как бы случайно Роберт Рич сводит Слободяна и Плавюка. В конечном итоге они решают совместно сотрудничать. Естественно, Слободян ему Золотые Горы пообещал забрать в Корею с собой. Ну и все остальное. Сами понимаете. Вот здесь вот подписи. Дальше идем смотрим. Я зачитывать не буду. Сами почитайте, если захотите. Подпись, дата, отпечатки пальцев. Было подписано 4 февраля. А паспорт, так как 10 лет вроде, действительно 20 февраля заканчивается. Мало того, если вы помните, я уже вам показывал. Паспорт действительный до 19 года, 6 мая. А начало у него 6 мая 9 года. А теперь смотрим копию паспорта, на которой было заявлено соглашение 20 февраля 9 года. Два паспорта в одном кармане. И смотрим место прописки. Ивано-Франковская область. Село Королевка. Лесе Украинка. И вот было между ними определенное соглашение о некой секретности. Вот тут наш Слободяныч ставит свой пальчик на договоре. Здесь другой ракурс. Еще одну. И вот опять тут чудик этот. Как они рядышком все время друг с другом. Ну а ситуация вышла такая. 4 февраля подписали. Там как-то они обменивались какой-то информацией в это время. Последующие. А 29 мая Андрей приехал к Николаю прямо домой. И начал с него вытягивать уже особо секретную информацию. Дело в том, что сперва он пытался с этим Александром, Александром Личенком свести. Но Николай возмутился то, что все-таки у них вроде как секретные дела. А тут вообще была такая подстава, что придет какой-то Александр и все ему выложим. В конечном итоге приехал Андрей. Тот ему все рассказал. Объяснил. Ну может и не все. И очень довольный. Слободян от него уехал. Но в июне месяце выясняется, что надо еще дополнительно что-то рассказать. И уже Личенкову. Который на самом деле работает в Анно-Франковске. И является как раз, как тут Николай выражается, рабом Слободяном. Который делает ему все конструкторские работы в формате 3D. Все, что вы видели на сайте. Нарисованные все вот эти разработки. То, что я вам в прошлых выпусках говорил, что это все картинки. Вот эти картинки и делал Александр Александрович. За которые, естественно, Андрей ему платил деньги. Но тем не менее, после того, как он забирал все эти чертежи, он их выставлял в Корее как свое собственное. В общем, когда Николай посмотрел, что Андрей все-таки просто пытается с него вытянуть информацию. А с этого он ничего не получит. И никакой Кореи ему не видать. Он решил все это дело обнародовать. И что еще предшествовало этому? Дело в том, как рассказал Николай, он пять лет назад уволился с завода Артон в Черновцах. А тут мы посмотрим, что же все-таки произошло. Что вот это село Королевка, где проживает Андрей Слободян. Вот Черновцы, где завод Артон. А еще завод Позитрон. А вот это село Багна, где живет Николай. А это Черновцы. А вот здесь находится Слободян. Точнее, его официальный адрес домашний. Разница между этими населенными пунктами 53 километра. Село Королевка и село Багнам. Но есть еще село Косов. Там проживает некто Михаил Иванович Михалчук. В общем, чтобы вас окончательно не запутать, я все разложу по порядку. В данной ситуации задействованы четыре персонажа. Непосредственно сам Николай, изобретатель и носитель ценнейшей информации. И Андрей, который решил присосаться к его гениальным изобретениям. У Андрея Слободяна на подхвате Александр Ленченков, грамотный специалист по 3D-дизайну, как неофициальный работник Слободяна и некий инженер Михаил, работающий на заводе Позитрон в Черновцах. Более 15 лет назад Николай, работающий ревизором на заводе Артон, который являлся дочерним предприятием Позитрона в тех же Черновцах, заинтересовало руководство предприятия своими гениальными изобретениями. Решено было придать его разработкам статус секретности и естественно ограничить для широкой публики. Под грифом секретности его держали около шести лет. К нему были представлены кураторы от головного предприятия Позитрон в лице инженера Михаила Михавчука и представителя СБУ, которые контролировали ход исследований и уровень секретности. Но со временем Николай понял, что его разработки преднамеренно спускают на тормоза, а ему просто платят зарплату и держат как бы на привязи, не давая возможности развивать его разработки. И еще выяснилось, что Михаил хоть и был грамотным специалистом, но оказался весьма хитрым и авантюрным. Он потихоньку выуживал у Николая важные нюансы разработок и руководство уже докладывал как свои. В конце концов Николай, подозревая такое развитие событий, как говорится схватил его за руку, после чего решил, что пора с такой ситуацией завязывать, так как ему устроили блокаду и просто тащит его идеи и наработки. В итоге пять лет назад он разорвал контракт с руководством Артона, хотя конечно это было проблематично. К тому же у него появилась перспектива сотрудничества с одной немецкой фирмой. Конечно это была не гала. Еще выяснилось, что Слободян и Михавчук давние знакомые, а возможно даже родственники. И все это время Михаил сливал информацию Андрею. Вот так появилась всем известная крутилка и попытка создания вечных двигателей. Но в силу своей тугоухости Андрей не смог полноценно понять суть и воспользоваться полученной информацией, как и результатами опытов. Хотя изначально опытная разработка не могла давать то, что от нее хотел Слободян. Но надеясь все-таки окончательно разобраться и раздобыть более подробную информацию, пошел на массовую авантюру. Тем более уже успел набрать три короба своим инвесторам. Вот так появились демонстрационные ролики про фейковый однокиловаттный магнитный генератор, который был создан для того, чтобы окончательно убедить кредиторов и получить финансирование на более мощные образцы. Время шло, результаты так и не были достигнуты, а отчитываться надо. Поэтому было решено создать еще один уже более серьезный фейк в виде пресловутого аквариума, о котором у меня будет отдельный и подробный выпуск. Вся эта эпопея началась тогда, когда Слободян был еще в Москве и работал простым электриком. О том, как за ним гонялись столицы санитары, он на радость так рассказал Николаю. Именно по этой причине ему пришлось сбежать в Корею, где он смог предварительно запарить мозг своими игрушками. Водили физико-элементарный уровень школы, понимаете? Его же там придут как собака, понимаете? Эти спецслужбы не займутся Южной Кореи. А он мне легенду рассказал, как он убежал с России, как его там хотели в психушку отправить в мэрию Москвы. Потому что приехали, он позвонил в мэрию, что он эту плутинку придумал, что можно получать такие толстые трубоделы. Короче, каску начал рассказывать. Приехали, говорят, и меня хотели в психушку отправить, а то все у меня залепли, забрали. И так дальше я поэтому тоже был, как в Южную Корею, я вымушен был бежать в Южную Корею, понимаете? Спасаясь. Изобретатели, обычно одержимые своими идеями, не замечают, что творится вокруг них. А всегда, если есть чем поживиться вокруг, начинаются плодиться паразиты и пьявки, которые тихую присваивают лавры себе. Особенно в совке это было сильно развито. Я помню свою творческую деятельность. Тоже занимались передовыми технологиями без оглядки. Кстати, если посмотреть мои многочисленные свидетельства на изобретения, то наравне с моей фамилией и других соискателей стоят фамилии генерального директора, главного инженера и другие подобные фигуры, которые на наших изобретениях защищали докторские и остальные регалии. Николай Плавюк появился у меня на канале недели две назад, узнав в инете о моих разоблачениях про Слободяна. Естественно, мы с ним сконтактировались и поговорили по скайпу. По нашему общению стало понятно, что все мои доводы и версии наконец совпали с самого начала офер Слободяна. И, конечно, подтвердило его некомпетентность в реальности. Когда Николай пытался объяснить физические принципы своей разработки 29 мая, то Андрей ему так и сказал, что, дескать, он не физик и в этих процессах не разбирается. Он технарь и от себя добавлен просто электрик, но очень хитрозадый. Два года назад Николай Плавюк выпустил научную книгу по результатам своих исследований в сфере энергетических технологий. Конечно, там раскрыты только основы этих технологий. Энергетическая технология Плавюка есть в свободном доступе и ссылка на скачивание у меня будет под роликом. А в следующих выпусках по Слободяну поговорим об его образовании. И на сегодня последнее. В своих выпусках, где надо много объяснять техническим языком, я стараюсь как-то это перевести на общедоступный язык. Ну, конечно, не всегда получается, поэтому не всегда гладко выходит. А еще почти в каждый выпуск, и я об этом уже говорил, ввожу мелкие ловушки для упоротых умников, которые в жизни добилы, но очень хотят о себе заявить. Поэтому, послушав мои технические премудрости, но сам-то не бум-бум, тут же бросается в Википедию искать знакомые слова. А потом тирает мне всякую дичь из этой Википедии. Хотя сами даже не понимают, про что говорят. Вот и в прошлом выпуске я закинул один термин, который между собой знают только те, кто занимается спутниковым телевидением. Причем не новички, а со стажем лет эдак 20-30. Так вот, этот умник, который мне уже всю плешь проел своими тупыми придирками, снова прокололся. Вычитал в Википедии, что спутники, стоящие на полярной оси, на самом деле находятся на геостационарной орбите. Во как! Только пусть этот тормоз попытается объяснить, что значит технический термин «полярка». В Википедии этого точно не найдет. Причем это определение сильно зависит от интонации и связки сказанного. Ладно, на сегодня все. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Дальше будет еще интереснее. Здесь говорят правду. Гудбай! Чтобы повторить крутилку Слободяна, нужно иметь семь пятей во лбу. Я вам честно скажу, элементарно просто. Если бы вы напрямую непосредственно пообщались со Слободяном и поговорили с точки зрения, допустим, инженерии и науки, вы бы поняли, насколько это человек образованный. Не зря у него три высших образования. Этот человек на самом деле знает Слободян, высшую математику знает просто наизусть. Даже нельзя сказать не наизусть, а просто в идеале. Слободян, высшую математику! Слободян! 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 Субтитры сделал DimaTorzok